привет всем сегодня долгожданный выпуск про новинки в нашем магазине у нас очень много работы сейчас лето сезон рисуем ездим по городам и магазин конечно же развивается приезжает новый товар сейчас настя будет рассказывать что новинкого пришло всем привет у нас пришли новиночки в магазин и в принципе выполняется ассортимент давайте посмотрим что у нас появилось на этой полке первое обнову у нас one take принципе цветов появилось не так много по сравнению с трейном который у нас всегда был эту краску все позиционируют как дешевую краску но по факту она стоит почти так же как артон и по качеству уступает конечно же артону у нас магазине разница у этой краски в 20 рублей и в принципе если сравнивать например one take и train train замерзнет у вас на морозе намного быстрее в принципе плотностью кривистости у one take побольше будет one take приходит вот в таких коробочках беленьких вот так они выглядят ну и в принципе в наличии будут яркие красивые цвета нам прислали от одного поставщика вот эти вот крутые акриловые fat and skinny мы сегодня их затестим в конце видео обязательно смотрите до конца а также у нас скоро в телеграм-канале будет 500 подписчиков так что мы обязательно вас порадуем розыгрышом на вот эти постки которые тоже у нас будут в конце видео в обзоре вот такие маркера у нас появились от постки наконец-то вы дождались этого обзорчика я еще сама даже не знаю именно какие тут за что маркера отвечают все ли они акриловые идут но тут сразу же видно что вот эти вот с толстым пером а тут я вообще сначала подумала что это молотов потому что идентичность вообще почти одно и то же прям я и подумал что тут молотов лежит а оказалось что это вообще не молотов это у нас идет тоже у не пейнты от японского производителя mitsubishi вот такой у него пирог кстати очень классный для маленькой каллиграфии хорошо подходит сейчас мы посмотрим на эту невероятную каллиграфическую ручку одну нужно приноровиться конечно для такого для такой росписи следующий у нас идут скорее всего это лайнеры у них аж не миллиметра 0 7 миллиметров идет это металлический отлив вот этих маркиров идет сейчас мы все это затестим посмотрим много также вот этих лайнеров пришло и походу какой-то даже другой цвет ой смотрите как это тоненько ой ну это прям вообще ты не чувствуешь что нажимаешь на бумагу очень вообще очень тоненько вот вот таким же пером я все стрелки рисую они очень тоненькие это у нас что-то другое а это вот лайнер уже идет 0 3 тоненький хороший вообще здорово также вот этот вот скошенное перо было 0 3 еще есть 0 2 но еще тоньше идет очень очень здорово мне прям очень нравится особенно браши вот эти вот скошенные перья лайнеры нравятся мне все одна следующий у нас идет еще вот такой желтый но это все акрилки я поняла вот этот толстый этот потоньше и это все металлические нам прислали цвета а тут обычные два черных и очень много этих вот лайнеров линеров не лайнеров обязательно подписывайтесь на наш телеграмм на нашу группу вконтакте мы ее прокачиваем потому что youtube могут заблокировать но и в ютубе пишите побольше лайков побольше активности просто нажимаете чтобы видос поднимался просмотров поддержите наш канал долгожданная новинка маркер кэп и которые получается делают либо крутые тэшки вот такие плоские как маркером пятнашкой либо это хорошая штучка для окраски машин чтобы покрывать сразу же много пространства как у нас в магазине по 40 рублей также в прошлом обзоре у нас был тест таких кэпов можете обязательно посмотреть перейти по ссылке в описании также у нас в ассортименте наконец-то появились нашего бренда производства маркеры dirty street буллет пуля получается они будут у нас стоит по 180 рублей по корпусу в принципе все хорошо буллеты всегда хорошие в корпусах получается подходит для всех видов заправки хорошо пропускает заправочки и принципе не высыхает если конечно не испорченную заправку нальете и также 8 миллиметров такие вот тоненькие маркера от dirty street в основном для чернил для каких-то более жидких заправочек хорошо подходит приходите в магазин потестите также у нас можно их заказывать на сайте нашем и появился наконец-то chrome без этикеток потому что на производстве этого хрома решили сэкономить на производстве этикеток рекламе и всем подобному чтобы получить продукт который будет доступен в цене многим людям скоро на канале выйдет тест вот этих баллонов посмотрим про этот хром все подробнее а потому что многие у нас комментариях телеграм-канале ссылка в описании писали что получается по расходу они очень не очень то что расход у них лютый и также то что укрывистость не такая как например в изике но мы это все проверим посмотрим и дадим честное мнение про эти хромы надеюсь вы уже обратили внимание что с этим маркерами что-то не так но что же вот эти насадки чтобы сделать двойной маркер то есть писать двойным пером получается насадки есть на 18 от 10 миллиметров и на 5 миллиметров я вообще сначала думала что это на 10 миллиметров идет она слишком маленькая оказалась вот так вот идет насадочка это тут можно по моему сразу же открыть вот так ну и в принципе вот заправить эти маркера получится вообще мне кажется очень здорово будет писать скоро будет видео на канале мы затестим именно вот эту насадку на эти маркера и посмотрим как вообще будет получаться какие линии будут получаться у нас и вообще красиво это будет выглядеть или не очень еще вот такой у нас журналист вы всегда можете прийти к нам магазин посмотреть он лимитированный поэтому у нас в одном экземпляре 274 по выпуску из 300 штук также его роспись здесь у нас есть приклеенная наклейка и в дополнение еще одна наклеечка на метро по моему тут получается изображены в основном буквы по штучно тоже прикольная тема я тоже пробовала по штучно буквы писать их все уже замазали кстати ну и в принципе просто стильненький журнальчик который можно интересно посмотреть у нас магазине и следующая вот такая ручка пилотовская у нас на магазине конечно же для того чтобы пробовали себя в каллиграфии в различных видах росписи но я лично лично никогда такой видом не расписывала ничего в принципе каллиграфия делать не умею научиться конечно я не особо хочу но попробовать такую ручку очень хочется она выглядит бесподобно обязательно пишите в комментарии какую бы цену хотели видеть на вот эти пилотовские ручки следующая не супер дешевая новинка в нашем магазине или для кого-то уже не новинка кто часто появляется на стритер-шопе это покеты от мтн очень удобный компактный формат то есть положил в карманчик пошел в принципе моем кармане влезет и большой артон например но чтобы не сильно тяжело было идти штаны не спали то лучше выбрать покет красочка тут конечно неплохая хорошая но для кусков такое точно не подойдет это очень по расходу жестко будет за цену 445 рублей но для тежек каких-то незаметных в принципе очень хороший вариант то есть взяли порисовали можно даже сделать вот так то есть очень незаметный вариант для того чтобы порисовать за счет своего размера поэтому такая стоимость я уже видела как вы в этом видео смотрели вот сюда за мою спину и думали блин что это такое что это за дешевая новинка у нас в магазине это же ревчик по 230 рублей свой первый кусок и рисовала именно вот этой краской я взяла по моему белый фиолетовый красный еще какой-то цвет черный и меня разочаровали в основном только синие фиолетовые оттенки потому что у них очень тяжелый пигмент а из-за того что тут кэп стоит который не меняется и получилось так что у нас засорился буквально вот столько краски было потрачено это было дичащим разочарованием особенно когда ты не умеешь пользоваться баллончиком это было очень грустно и также пахнет она совсем неприятно если сравнивать например с тем же артоном вантейком и всеми остальными красками также у нас в магазине есть еще дешевле краска это абро но у него есть цвета только темно-коричневый темно-красный вовсе обожают и еще есть бежевые оттенки но они совсем не укрытистые и также вот у нас поэтому появился рев чтобы порисовать не только коричневым цветом в нашем городе челябинск также еще вот есть разные цвета у них теперь можно идти в помещение граффити школы и затестим там все эти продукты нарисуем быстрый скетч что будешь делать настя я скорее всего какой-нибудь из вот этих 100 возьму акриловых настя короче будет делать плосками да я буду делать фото на скене широкими прям сразу посмотрим ну вот пока просто рисую накидываю формы самые простые чтобы это было легко закрасить показать как принципе все закрашивается прям самые обычные простенькие вот сначала накидываю просто чтобы влезло все у меня обычный простой стиль девочки назвали это печатка стиль печатки буквы печатные просто накидываю чтобы затестить маркера так ну еще сразу тестим берем юни paint fine line смотрим 0 3 миллиметра очень хорошо идет очень удобно делать такие тоненькие контура непрерывную линию и очень хорошо что не растекается в этом и преимущество линеров для лайнеров как если вы знаете как правильно говорить напишите это в комментариях в общем и преимущество их что не растекается есть скетч маркеров проблема ты делаешь точечку надо чуть-чуть расползает становится толще я буду сначала просто закрашивать ну то есть обведу сразу цветом закрашивания букв и я думаю какой бы еще добавить элемент чтобы заполнить композицию полностью так и так вот тест в этом скине 15 миллиметров и у них получается вот такой тонкий сбоку то есть можно будет и просто закрашивать тоненьким и широким сразу большие линии сейчас попробуем беру красный цвет пропитываем ну я сразу знаю что это акриловый то есть у него не очень не speed flow а как бы такое достаточно медного очень хорошо смотрите даже давайте черный цвет смотрите перекрывает вот такая широкая линия удобно чтобы делать фанец как будто этим маркер кэпом контуре вокруг букву аккуратно и медленными движениями смотрите кстати он не сильно вздувается не так сильно как других маркеров но есть такое да поэтому надо скетчбуки брать плотную бумагу я уже скрыла упаковочку вот этого желтого маркера сейчас попробуем залить я уже посмотрела что тут идет перо также его можно поменять просто местами если у вас стирается она и я надеюсь также как и в этом скине можно будет просто промыть водой перо и она будет снова хорошо писать сейчас мы пропитаем конечно перо овощая тонкая я думала что она будет гораздо толще и немного быстрее это все закрашу оказалось что долго придется красить сначала все вводим и потом быстро закрашиваем таким же способом как и графики вот так все быстро закрашивается без пробелов беру серебро сейчас проверим это серебро в действии если честно и ни разу не рисовал пацаны серебром представьте себе боковой части пера ну и как в граффити сначала контурю потом полосочку крашу аккуратно укрывает хорошо но конечно нужно было более плотную бумагу брать я решила замиксовать получается желтый цвет фиолетовым потому что сочетание то конечно просто вообще самое лучшее самое яркое получается я буду использовать желтые буквы термешку с фиолетовыми буквами из-за того что этот такой шрифт похож больше на иролаж какой-то они такие разбросаны и чем больше цветов я использую тем ярче прикольнее получается главную ошибку которая совершил это то что тонкая бумага и там вот два раза когда проводишь ворсинки от бумаги накладываются друг на друга и на этом деформируется бумага сильнее но тем не менее очень прикольное покрытие идет да можно более аккуратно сейчас буду тестить еще какой-нибудь линер или лайнер extra fine brush ой не такую это наверное для художественных вот смотрите какой очень тонко это чтобы рисовать реснички это точно делать мелкие глаза ну все решил взять 0 5 линер делаю контур и объемчик небольшой заново восстанавливаю ну да не надо было делать контур сначала мне кажется линером слишком долго будет доделать объем скрываю следующий маркер вот таким легким движением вот такое сиреневый очень красиво лавандовый цвет получается все также 1825 миллиметров этот 18 тут уже сбоку 2 и 5 сейчас будем делать сразу же фон получается сразу же после заливки букв мы делаем фон только потом обводим их темно чем на этикетке получил вообще темнее намного может подсохнуть тут листы не база вот сразу про преимущество акриловых маркеров и вот решил добавить фишек здесь две кавычки начали шрифта можно прям по уже скетчу по закрашенную сделать ну как бы почти сразу перекрывает крови здесь хорошая но все равно есть небольшой эффект такой смотреть надо медленнее ввести просто я в основном всегда делаю либо кругляшки либо какие-то штучки но в основном на улицах я вот эти вот завитушки не делаю не приходилось я обычно делали было просто подтеки либо просто такие кругляшки либо вообще в принципе буквы на половину какого-то такого цвета на половину другого вот к нам у нас молодой гость подошел тоже там попробовал по тестам ну-ка расскажи свои впечатления про линии про линер и про поск поск а как обычные пейнты я бы не сказал что прям супер а вот линер с проблемами сильно пишут нам надо привыкнуть вот из этих всех маркиров конечно золотой прикольный с желтым принципе сочетание хорошее тут я решила на фиолетом сделать синий вообще он очень понравился этот металлический цвет то есть блестит хорошо и вообще сам по себе цвет очень красивый получился просто есть цвета синие такие прям именно красиво блестящие а тут и цвет хороший блеск хороший идеально ну черный мне очень нравится то есть вот типа как у молотова сразу видно что он не будет каким-то серым как в этом скине черный прям четкий черный я думала что вообще вот черный смешается с вот этим фоном получалось вообще круто то есть прям все хорошо видно сейчас я делаю объем по-быстренькому ну черный мне очень конечно понравилось лайк делаю еще золотой секонд аутлайн но его надо медленно вести на чем растворяется с красным как-то перемешивать два раза надо проводить вот такие вот эскизы у нас получились ну конечно тонкую бумагу по тенске не заливать как у кожи вообще очень хорошо сделать но когда два слоя происходит он более глянцевый становится вот это заметил от еще по поводу после ну вообще мне маркера не понравились и думала на более плотной бумаги они вот как молотов например ну как бы сравниваю с хорошим тоже качеством прям здорово все круто черный прям суперский мне очень понравился жалко белого нету на обзорчик это к сожалению и вот например металлические цветами тоже все понравились и разброс в принципе размеров перьев тоже хороший удобный но единственное чего не хватает вот например вот такого маркеру это вот такого пера вот это острое перо потому что я им часто именно делаю что-то тоненькое а так тоненькое делать невозможно к сожалению для подписчиков будет розыгрыш вот этих маркеров которые мы только что тестили подписывайтесь в телеграм ну и главная новинка это вот я приехал с командировки вот такая вот посылочка подарок от антона ядки из ростова обещал сделать обзор на его картину я уже принципе знаю что там находится так что на следовать мне конечно очень интересно что нарисовано еще не по картине правило нельзя ядки вот таком яркий ядки стиль подгон бразил 10 на 4 каллиграфия перемешку с трону метро лапами а бомбиками печатки стиль печатка ярко сюда пусть наши покупатели смотрят спасибо за подгону антон и подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не забывайте про комментарии пока